Всем привет! Я Андрей Багатарев, эксперт Волстичер. Я вас всех приветствую в своем блоге и рассказываю, как найти работу, как построить карьеру и делюсь с вами жизнями и ситуациями, чем скоро прошел я, моя семья и мои близкие друзья. Наступил март месяц 2023 года. Пора делать новый обзор на рынок труда в России и посмотреть, сбылся мой прогноз, который я делал в декабре 2022 года, и построить новый прогноз уже на несколько месяцев вперед. Ну и вообще проанализировать рынок труда в России, который находится в непонятной сейчас ситуации. Не то вверх, не то вниз. Ну в общем мы это все сейчас посмотрим. Ну и дорогие мои девушки, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим 8 марта. Хочу вам пожелать отличного, хорошего руководства на нынешней работе. Хочу вам пожелать, чтобы новое руководство, которое вы найдете на новой работе, было такое же замечательное и такое же классное, о котором вы всегда мечтали. Ну и найти вам ту замечательную работу, которую вы ищете на данный момент, если конечно вы в поиске. Дорогие мои девушки, всего-всего вам хорошего, счастья, улыбок и позитива в этой жизни. Мы с вами переходим к обзору рынка труда в России 2023 года на март месяц. Готовы? Погнали! Друзья, те кто на меня подписан знают, что я являюсь экспертом из сферы HR, практиком, а не теоретиком. И соответственно сам регулярно закрываю различные вакансии, ищу различных специалистов, занимаюсь анализом рынка труда и так далее. Так вот, я столкнулся с такой ситуацией сейчас на данный момент, уже конец февраля, начало марта, что ряд вакансий становится закрывать все сложнее. И кандидатов найти тоже становится все сложнее. Хороших, качественных кандидатов. Сама ситуация такова на рынке труда, что кажется, что кандидатов очень много. То есть резюме приходит регулярно достаточно большое количество. Но качество этих резюме, не само как бы даже резюме, а сам опыт этих кандидатов, он оставляет желать лучшего. То есть, соответственно, если раньше ситуация была такова, что можно было найти хорошего, качественного специалиста с хорошим оптом работы достаточно быстро и легко, и предложить ему, кстати, не очень большие деньги, то сейчас очень становится сложно. Все хорошие специалисты сели на попу ровно и смотрят на рынок труда с определенным таким настороженным взглядом своим. А на рынке труда сейчас есть те люди, которые безработные. Они имеют не очень хороший опыт в рамках своей профессиональной деятельности в разных сферах. Они часто меняют работу, они такие по жизни прыгунки. Вот это у меня вот такое вот общее количество сложилось, по количеству резюме сложилось такое мнение. И к этому мнению, на самом деле, подходит нас и статистика, которую публикует Росстат. И они говорят, что в январе месяце, к январю месяцу, да, у нас безработица в России одна из самых низких. 3,6% она составляет. И они говорят, что вот замечательно, мы, значит, такие молодцы, мы создали отличные условия на рынке труда, что у нас люди востребованы. У нас никто не ходит, там просто так работу себе не ищет. Но тут происходит такая вот интересная ситуация, что это реально сделано ими, ситуация, что когда они создали кучу рабочих мест, и люди стали трудоустраиваться, стали быть довольными, счастливыми, много зарабатывать. Нет. Эта ситуация выглядит совершенно по-другому. И вот тут буквально недавно РБК выпускает статью о том, что почему такая безработица в России низкая. И они привлекают различных экспертов, которые рассказывают о том, что есть основные три причины, почему у нас такая низкая безработица в России на данный момент. Это низкая производительность труда. Но, дорогие мои, в России она никогда не была высокой, потому что мы не настолько технологически развитая страна, как Америка, Европа, Южная Корея, там какие-то другие страны. Мы всегда в этом моменте проседали, поэтому это особо сильно учитывать не стоит. Следующий момент, который они называют, это увеличение числа самозанятых. Но я могу точно сказать, что это тоже особо учитывать не стоит, потому что если человек в принципе где-то как-то что-то работал и даже встал с диваном и пошел, получил степень самозанятого, то значит он где-то что-то делал, а не сидел на попе ровно на диване и говорил, что его жизнь-то настолько плоха. Поэтому это тоже особо учитывать не стоит. Но третий момент, который очень важен, на мой взгляд, это как раз демографические проблемы. И тут они молодцы, они хорошо развивают эту тему, но я бы ее хотел бы еще и дополнить, потому что, да, конечно, в 90-х годах рождаемость была низкая. Как следствие, это привело к тому, что сейчас особо много людей ты не наберешь на работу. Но вот тут важный вот такой нюанс. Это то, что был действительно коронавирус, которого не было, или его не было, но он возможно был. И вот эти все люди, которые приняли участие в этой истории, связанной с коронавирусом, часть из них ушла с рынка труда в мир иной, наверное, да, вот так можно сказать. Нет слов. В общем, рынок труда лишился этих людей. И следующий момент, это правильно, мобилизация, про которую я вам как-то в одном из своих видео про анализ рынка труда рассказывал. Что я сидел и думал, как же наше правительство будет решать вопросы того, что все компании европейские уходят, да, и закрывают свои представительства. Вот что они будут сделать с этими рабочими местами. Правильно, вот выход нашелся. Частичная мобилизация. Вот это как раз, я считаю, основа основ вот этой всей основной проблемы, связанной с рынком труда на данный момент. Это минус 300 тысяч, как минимум, да, официальных людей, которые ушли туда, да, следующие их мобилизовали. Следующая часть людей, которые испугались и уехали, уехали, да, их не стало, они уехали ни одни, они уехали с детьми, с женами, а жены тоже, скорее всего, где-то работали, либо что-то делали, хотя бы, может быть, на неполный рабочий день. Вот это тоже часть, и как следствие, они хотя и говорят, что вроде как немного уехало, но я думаю, что 1300 тоже уехало, и того уже 600 у нас получается, минус 600 тысяч с рынка труда, бабах. И тут еще очень интересный момент, который надо тоже учитывать. Это люди, которые служили в армии, и часто ты служишь, да, там потом решаешь уйти со службы в армию, да, потому что там тебя что-то не устраивает, ты, соответственно, лоняешься оттуда, но сейчас, соответственно, ты уже не лоняешься, тебе там платят деньги, и, соответственно, если ты, да, душой и телом считаешь себя отличным бойцом, то ты там остаешься, потому что ты получаешь хорошие деньги там. Вот. И как следствие, как следствие, остались компании, которые вроде как бы, казалось бы, много ушло, но много и осталось. И есть компании, которые хотели бы занять эти места, которые оставили компании, которые ушли, но занять эти места становится достаточно сложно. Почему? Потому что нет людей. Соответственно, ты хочешь развить свой бизнес, ты хочешь открыть новые магазины, ты хочешь сделать что-то, но у тебя не получается, потому что нет людей. А те люди, которые есть на рынке труда, возвращаемся к тому, что я ранее говорил, они оставляют желать лучшего в рамках своих профессиональных навыков. И вот сейчас такая интересная история произошла, когда мы с вами можем посмотреть на что? На то, что вроде компании ушли, вроде кризис, да, вроде нету никаких интересных мест рабочих. Остались другие компании, которые хотели бы заняться экспансией на рынке, да, создавать новые рабочие места. Но эти рабочие места им сложно создать, потому что те люди, которые остались на рынке, это либо те, которые сидят на жопе ровно и боятся что-то изменить в своей жизни, потому что понимают, что рынок очень нестабилен и можно лишиться работы прям вот так, да, и неизвестно, когда ты найдешь хорошее место работы. Либо остались на рынке труда люди, которые активно ищут работу, но их качество, как профессионал, оставляют желать лучше. Вот такая вот как бы ситуация. И получается очень сложно найти хорошего, интересного кандидата-профессионала, не повышая, вот тут важный момент, не повышая ему зарплату. То есть, соответственно, если ты работаешь в рамках рынка зарплат, то тебе заманить кандидата становится сложнее, потому что этих кандидатов хороших становится меньше, и как следствие этим хорошим кандидатам нужно предлагать больше. А те, которые находятся на рынке труда и активно ищут работу, ты не хочешь предлагать те деньги, которые есть в рамках рынка труда, потому что они таких денег не стоят. Но если ты не дашь эти деньги, то, соответственно, тоже работать некому. И вот тут такая вот интересная ситуация получилась, что либо ты должен доплачивать и переманивать у своих конкурентов хорошего, качественного специалиста на большие деньги, либо брать кандидатов в рамках рынка труда, уровня заработных плат, которые есть, хуже, чем ты мог бы взять их ранее. Вот такая вот интересная ситуация сложилась на рынке труда. А что, нормально? И давайте посмотрим с вами отчет, который выгрузил сайт Headhunter. И вот он как раз тут показывает нам очень интересную ситуацию. Обратите внимание, количество резюме заметно начало расти в рамках января и февраля 2023 года. Это прям видно. Но, но, обратите внимание, что если мы с вами посмотрим на вот такую вот интересную статистику, динамика числа активных вакансий год к году. И вот тут мы с вами можем увидеть, 23-22 это самый красный, да, самый-самый красный. И тут уже поменьше идут цвета, 22-21, 21-20. Хотя, если мы посмотрим с вами на предыдущую картинку, то мы с вами видим активный рост вакансий. Да, рост активный есть, но год к году это сокращение происходит. Но, конечно, 22-21 год был очень шоколадный в рамках количества вакансий. А давайте с вами посмотрим резюме. Что с резюмой происходит? А с резюме у нас произошло, что 23-22 год количество резюме увеличилось на 9%. Увеличилось на 9%. То есть, 23-22 увеличилось. Вы понимаете историю какая? То есть, нам с вами рассказывают о том, что безработица 3,6% составляет. Все вроде замечательно. Но, на рынке труда много людей, которые ищут себе работу. И вот тут возвращаемся к моему монологу, с чего я начинал. Я начинал с того, что сложилась очень интересная ситуация, когда найти хорошего качественного специалиста сложно. Так вот, смотрите, почему это происходит. Происошло это именно потому, что люди, еще раз зафиксируйте этот момент, боятся менять работу. И как раз происходит сокращение какого-то бизнеса, и качественных специалистов оставляют, а всех остальных сокращают и отправляют на рынок труда. Вакансия работник ресепшн должна быть стильной и уверенной в себе. Первое лицо, которое видит при входе в наш офис, в своем роде, настоящее лицо нашей косметики. Да ну нахрен. И это же не только у меня такая ситуация. Я общаюсь со своими коллегами HR. Они тоже мне рассказывают о том, что сложилась такая ситуация, что на рынке труда присылают свое резюме в основном те люди, у которых очень плохой опыт работы. Очень плохой опыт работы. Либо присылают свое резюме люди, которые хотят поменять свою сферу деятельности с одного на другой, потому что не могут своей сфере деятельности, которые ранее не развивались, найти себя. Вот такая вот ситуация. Ну и смотрите, в завершении хотел бы вам отметить следующее. Что, какой мой прогноз на ближайшее время? Сейчас, дорогие мои, сейчас самое активное время поиска работы. Март, май, апрель. Вот эти месяца, это самые шоколадные месяца для поиска работы. Когда реально бизнес развивается, он закладывает основы для вот этого развития в рамках всего года. Он какие-то строит, пытается реализовать свои какие-то идеи, мысли и стратегические моменты, которые были заложены в начале или конце, в конце прошлого или в начале этого года. И вот много будет вакансий. Но ближе к лету месяцу вакансий будет гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите поменять работу сейчас, то я вам рекомендую вот сейчас задуматься над тем, чтобы посмотреть на этот рынок труда. Я говорю даже не то, чтобы поменять, да. Просто посмотреть. Обратите внимание, какие вакансии есть сейчас и что предлагают на рынке труда сейчас. Ищите счастье в гармонии с собой. Так вот, сейчас у нас будет с вами огонь, прям огонечек. В мае месяце, я думаю, где-то в мае, я выпущу новое видео по поводу обзора рынка труда. Я думаю, что как раз там будет очень прям активно видно количество вакансий, что оно будет прям расти. Количество резюме, я думаю, будет не сильно расти на самом деле, потому что особо некуда расти. Оно будет держаться приблизительно на таком же уровне, как сейчас. И вот эти люди будут пытаться, которые особо никому не нужны на рынке труда сейчас, будут пытаться найти себе работу. А вот летом количество вакансий гораздо сократится, гораздо снизится. Но это опять же, если ничего у нас не произойдет. А произойдет или нет, это мы с вами узнаем через несколько месяцев. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой блог, ставьте лайк. Надеюсь, вам мой обзор понравился, вы о чем-то задумались, о чем-то подумали. Ну и делайте выводы сами. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока-пока.